Ну что, на улице уже разгар сентября, стало довольно холодно, и наверняка многие из вас к этому моменту уже начали подготовку к ЕГЭ. И я думаю, вы также ощутили, насколько сложно балансировать в этот период между подготовкой к экзаменам, школой и какими-то своими ещё личными делами. И в этом видео я хочу поговорить о том, как успевать готовиться к экзаменам и вообще, как всё успевать в одиннадцатом классе. Меня зовут Марина, я преподаватель литературы в онлайн-школе Турбо. Ставь лайк этому видео и подписывайся, потому что здесь очень много полезного про ЕГЭ. Для того, чтобы достичь любую поставленную цель, нужна дисциплина. Если вы сможете себе составить грамотное расписание на год, ну, можно не сразу на целый год, а на какой-то определённый промежуток времени, ближайший месяц, три месяца или полгода, то у вас получится как раз-таки выдерживать этот баланс между разными аспектами своей жизни. Когда вы готовитесь к нескольким предметам, нужно определённое время выделить для каждого из этих дисциплин. Можете выбрать конкретные дни, когда вы будете заниматься литературой, обществознанием и, например, английским. Я очень рекомендую здесь всем завести какой-нибудь ежедневник. Или это могут быть заметки в телефоне, это могут быть какие-то календари встроенные в ваш смартфон. Ну, чтобы это просто действительно было удобно для вас, либо вы используете какие-то бумажные носители, где вы будете планировать всё, либо вы будете это делать всё в телефоне. Тут, в общем-то, опционально, кому как больше нравится. В своём календаре обязательно выделите вот эти вот как раз-таки слоты, когда, чем вы занимаетесь. Представьте, что вы составляете себе расписание в школе. Вот расписание в школе, оно у вас всегда стабильное. Если вы в 11 утра во вторник занимаетесь математикой, то вы ничем другим не занимаетесь. У вас математика по расписанию. Вам надо также сделать со своими предметами, которым вы готовитесь. Например, в понедельник, в среду и в пятницу вечером вы приходите на занятия, на вебинары по литературе. Это тоже достаточно такое понятное расписание. Вы выделяете время прямо под это. Если вы, например, не можете приходить на онлайн-занятия, то вы можете выделить время для того, чтобы смотреть запись. Под это тоже надо выделять время. Нельзя просто ставить это на будущее. Я посмотрю в свободное время запись. Нет, у вас должно быть конкретное время, когда вы этим занимаетесь. Например, во вторник, в обед с двух до трех вы смотрите вебинары. Вместе с этим в вашем расписании также должно быть место для выполнения каких-либо заданий. Например, это сочинение по литературе, или это могут быть какие-то тесты по английскому. Обязательно соотнесите эти вещи с дедлайнами, которые у вас на курсах, и тогда вы будете все точно успевать. Если у вас не будет этого выделенного времени, то у вас все будет пускаться на самотек, и вы, скорее всего, будете много-много-много раз откладывать одно и то же действие. Я напишу это сочинение завтра, нет, напишу послезавтра, напишу после-после-послезавтра. Накапливаются новые какие-то задания, и в итоге все это выливается в ощущение тревожности, вины за то, что вы не делаете все вовремя. И вы сами скатываетесь в прокрастинацию, потому что проще отказаться от этого всего и ничего не делать, чем начать постепенно это все разгребать. В общем, я думаю, что вы поняли, что расписание — это буквально залог всего. Если вы его для себя составите, просто заполните пустые слоты вашего времени теми вещами, которые вам необходимо сделать, и будете действительно выделять определенный день и определенное время под какую-либо задачу, то с большей вероятностью вы не будете ничего пропускать. Здесь на самом деле есть еще одна очень важная вещь. Мало того, что необходимо распланировать, когда чем вы занимаетесь, то есть когда вы выполняете дела, необходимо распланировать еще свой отдых, потому что если у вас не будет времени под отдых, а это тоже, кстати, большая проблема, когда у вас очень много какой-то работы, то очень легко все свое время заполнить этой работой. Но если вы будете все время готовиться к ЕГЭ и заниматься уроками, то ваш организм очень быстро устанет, и он очень быстро заставит вас перестать что-либо делать. Если вы сами не будете выделять себе время под отдых, то он в какой-то момент скажет «Все, пока, я больше не буду ничего делать, у вас начнется какой-нибудь очень грустный период, когда вы просто ничего уже действительно не сможете делать и будете просто лежать пластом». Я думаю, что вам всем знакомо это состояние. Оно как раз-таки возникает из-за того, что вы не уделяете достаточно внимания отдыху. А это, как видите, тоже важно. Это работает в долгосрок. Если у вас будет один выходной на неделе, когда вы делаете все, что хотите, когда вы выполняете все свои желания, идете гулять, едите мороженое, встречаетесь с друзьями, спите до двух часов дня, все, что вы хотите, вот если у вас это будет, то тогда ваш мозг такой «Окей, ладно, ты мне позволила сделать сегодня что-то, что я хочу, тогда завтра мы сделаем то, что надо». Итак, самые незамысловатые вещи, которые только могут быть. Но поверьте, на самом деле выстроить весь этот процесс бывает сложно. Исследовать ему — это уже, конечно, следующая задача, которая требует от вас силы воли. Первое, что вам нужно сделать, это составить себе расписание. Расписание всего, что вы делаете для подготовки к ЕГЭ. Это расписание должно быть наравне с расписанием школы, когда у вас в начале дня идут какие-то уроки, а после этого, после обеда, у вас действительно есть какие-то выделенные слоты, когда вы смотрите вебинары, когда вы пишете сочинения и так далее. И обязательно второе, в этом расписании мы выделяем один выходной день, когда мы делаем все, что хотим. Пускай ваша подготовка к ЕГЭ будет продуктивной и в то же время легкой. Меня зовут Марина, я преподаватель литературы в онлайн-школе Турбо. Поставьте лайк этому видео, если вам было полезно это услышать, и подписывайтесь на канал. Здесь очень много про ЕГЭ и про литературу, как вы понимаете. Всем пока!